Ну, как тебе победа Джона Джонса? Ну что, победа впечатлила. Показал крутой бой, крутой уровень. То, что он разносторонний очень. То, что у него большая база, большой арсенал навыков, которыми он может пользоваться. И это говорит о его величии, наверное, даже. Временами Меочич просто в анабиозе пребывал. На твой взгляд, это связано именно с тем, что это Джонс так хорошо дрался? Или просто Меочич уже, ну, мягко говоря, не тот? Я думаю, это Джонс в первом ударе пробил корпус два раза. Потом перевел в партер. Там локти такие были жесткие. И он пытался вставать раз, попытался два, попытался. Все было как бы мимо. Джонс контролировал. И на это тоже уходят силы. Когда еще долго не дерешься, все равно сил больше тратишь, чем это. Ну и плюс, когда уходить из под Джонса, то очень тяжело. Ну, а дальше во втором-третьем раунде он также пробил корпус. Просто разбил, наверное, дыхалку органов внутренних. Я думаю, что это связано с тем, что Джонс работал. Он разбивал ноги, корпус и по голове. Методично, технично. Наверное, решающим, как я понял, на твой взгляд, это вот стал очень сильный миддл-кик левой ногой в первом раунде. Причем в начале первого раунда он где-то стучился, когда прям вот согнулся меочеч. Да, он как раз подпросил, потом вроде бы нормально, но, видать, и потом еще во втором-третьем раунде туда же были парочки еще, если не больше, попаданий. И все такие попадания плотные, колючие по месту. Как тебе сам нокаут креативный? Ну, знаете, он бил весь бой, лоу-кики, корпус, голову, прикормил вроде бы, что будет бить в корпус, потом несколько раз ударил в голову, а закончил вообще с ударом с разворота, которое меочеч вообще не ожидал, и все, кто смотрел в бой, никто не ожидал, что возможно, что он ударит. Он, в общем, меочеч, мне кажется, по полной запугал, что отовсюду прилететь может, со всех сторон абсолютно. И отовсюду, со всех сторон прилетало достаточно жестко и колючо. Всем привет! В этой паузе хотим рассказать про акцию друзей нашего канала, букмекерской компании Бэтсити. Зарегистрируйся с промокодом ТОП, сделай первую ставку и получи до 2000 рублей. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод ТОП. Всем удачи! Слушай, вот когда Джонс выходил в клетку с паузом вот этим, вот у тебя не было сомнений в его форме? Да нет, я думаю, сомнений не было, это тяжелый вес, у него такая анатомия ноги, даже для тяжелого веса они такие-то были, все равно худые. Может, шорты какие-то, нет, никаких сомнений не было, потому что все равно он подрался год-полтора назад. Сколько хоть там пробыл в бою, там, две минуты, но он все равно почувствовал форму какую-нибудь лучше, удобнее. Плюс он в этом весе живет уже очень давно, тренируется давно, я думаю, что привык. Вадим, тебе бы с кем было тяжелее драться, с Нгану или с Джонсом, как думаешь? Наверное, с Джонсом. А почему? Ну, потому что тут навыков больше, которыми он именно пользуется, вот как в этом бою он, понимаете, руками, ногами работал. У Нгану есть жесткие лоу-кики, размашистые удары руками, если переведет в партер, ну, это жесткие удары руками. Вот так, ни болевых, ни удушающих, ничего нет, ну, единственная сила это в руках. У Джонса, если он переведет, он может забить локтями, руками, задушить, отломать что-то. Вадим, ну, может быть, этот вопрос, конечно, для тебя, как и для члена команды Федора, немного провокационным может показаться. Джонс – величайший боец всех времен? Ну, я думаю, один из величайших боецов. Один из двух? Ты бы хотел теперь его бой против кого увидеть? Конечно, с Аспиналу было бы интересно посмотреть. Кто был бы фаворитом, на твой взгляд? Я все равно думаю, что Джонс фаворитом был бы. Хотя Аспинал быстро двигается, он бы так не... Ну, у Аспинал в чем прикол, что у него боев, он дальше первого или второго раунда, они не выходили. Мы не знаем, как он... Так же, либо он будет легко двигаться на ногах в третьем раунде, в четвертом раунде, в пятом. Первый раунд, он выходит, он показывает хорошую работу ног и в дистанции пробивает двойки какие-то. Ну, сам Джонс давал понять, что он хотел бы бой провести с Аликсом Перейрой. Вот, на твой взгляд, это изи-мани для Джонса бой с Перейрой в тяжелом весе, соответственно? Я думаю, что да. Это будет перевод и локти. Ты сам не визуализировал, как ты бы дрался с Джонсом? Визуализировал? Не то, чтобы визуализировал, но представлял, примерно. Ну, понимаю, что с ним надо двигаться, с ним нельзя стоять. Главная ошибка Меочи, я думаю, то, что он стоял перед Джонсом. И тут его расстреливал просто сверху, снизу, посередине. Я думаю, в этом главное проблема. Чуть-чуть бы смещение в сторону, хотя бы уже бы нога не так просто заходила. Руки по-другому. Он стоял перед ним, а в третьем раунде он вообще встал. У тебя на протяжении этого боя хотя бы раз были мысли, что у Меочича есть шанс какой-то зацепиться за победу? Не, не было мыслей таких, потому что не было там каких-то акцентированных попаданий. И удары были, если честно, такие все. Со стороны у нас были очень легкие, но не несящие какие-то угрозы. На этом же турнире уже были разрешены удары локтями вот эти вот 12-6 сверху, да. А в PFL, кстати, не собираются ли их вводить? Есть какие-то данные на этот счет? Я не знаю, если честно, там какие-то данные. Там же... Не знаю, у меня пока боя нету, пока ничего нету. Чего-нибудь там пройти опыт и узнавать. А вы это не обсуждали в команде, вот эти новые удары? Хотя у вас, конечно, и понятно, что в UFC пока никто не дерется, но тем не менее. В UFC не дерется, в VeloToli уже тоже никто не дерется. Ну, боев-то нету ни у кого давно уже, кто последний раз в Толе подрался. Молодые. А PFL в Гран-при в Акте нет вообще. Ну да, там нельзя. Но у тебя-то супер бои в любом случае. В любом случае тот, который был с Капеллозой. Ну, я не знаю. До этого надо еще дойти до этих фактик. Дожить еще надо. Ну, давай, я уж тогда сразу задам этот вопрос. У тебя все-таки с контрактом, какая точная ситуация? Потому что ты, может быть, видел, я с Майком Коганом, я тогда беседовал, и он мне сказал, что у тебя контракт истекает все-таки не 1 декабря, а позже, из-за того, что у тебя там было восстановление травм и все такое. То есть он добавил несколько месяцев к твоему контракту, но прям точно не сказал. Да нет, у меня все как раз-таки мы перечитали. Когда провидел это интервью, я тоже... был в шоке. Потом позвонил Денису, менеджеру. Мы еще раз почитали контракт, но у нас отстранения никаких не было. Контракт до конца ноября. Вот сейчас в Саудовской Аравии. И будет как бы ясность. Там будет Майк, будет Федор. И они обсудят, в общем, ситуацию с твоим будущим в PFL. Ну да. Ты сам-то что думаешь? Там есть какие-то предложения. Ничего не буду говорить. Ух ты. Ну, вот UFC есть. Не знаю. Так, ладно. Не буду тогда мучить. В общем, дождемся уже какой-то ясности с PFL. Сейчас, наверное, в любом случае не совсем корректно будет про это говорить. Я с тобой согласен. Буэнганну ты, по-моему, Вадим, не комментировал. Ну, если честно, мне показалось, что Феррера просто чуть вышел. Он не уверен в себе, не уверен, наверное, перегоревший, может. Потому что, ну, либо все это, либо так сделал все красиво этот Майканну. Ну, взять их там, у них там был размен. Феррера, который бил там по тому же Дэну Гольцову в предыдущие бои. Четкий, правый, прямой. Он кинул такую правой, они там Синганну чуть не попали друг по другу. Если бы кто-то попал, там бы кто-то улетел, наверное, на другую планету. Ну, это первый момент. А потом легкий перевод такой в партеры. Ну, если взять, когда Резван переводить, пытался Ферреру. Ну, как бы все было намного тяжелее. Ну, Резван с корпуса переводил. Дэн Гольцов перевел тогда, ну, тот как-то лежал, хоть что-то делал в партере. А этот тут вообще ничего. Может, это НК, ну, просто настолько мощный. И тяжелый, и сильный. Все, может быть. Ну, вариант, что просто давление такое, может, не выдержал. Может, нет опыта таких боев. Ну, а, ну, ваша в dirt more. Ну, actionable. носить порядка. Ув. Собиа.